Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Белозеров Марк Витальевич. Вы ранее дополнительным доходом интересовались, верно? Марк Витальевич, да, было дело. А вы откуда звоните? Я из компании «Газпром Инвестиции» вам звоню. Здравствуйте, Марк Витальевич, да. Здравствуйте, здравствуйте. Вижу, вы общались с нашими менеджерами, но не начали с нами сотрудничать. Скажите, в чем же дело? А мы это же из ваших как звали? Вот, вижу, вы с Максимом общались. Не помню, ну ладно. Ну хорошо, тогда давайте мы сейчас с вами познакомимся поближе. А далее я вам расскажу более детально, каким образом мы будем с вами зарабатывать. Хорошо, Роза? Да, хорошо. Отлично, отлично, без проблем. Подскажите, а вы, у вас ранее был опыт вообще переинвестирования? Да. Был? Да. А, и какой же опыт у вас был, подскажите? Хороший. Хороший? Ну, куда инвестировали? В недвижимость? В акции компаний? В валюту? Нет, нет, боже мой, с криптой я не вяжусь, а в акции компаний, да. Угу. Я так понимаю, вы торговали именно на быстрых сделках или же удерживали и получали с них дивиденды? По-разному было. Угу, угу. Понял вас. Ну вот вообще, я так понимаю, у вас опыт был и получалось это заработать, правильно? Да. Угу. Вы сами торговали или с какой-то также компанией, которая вам помогала с этим? Ну, в смысле, сама или с какой-то компанией? А сама это как? Ну, я имею в виду, вы сами анализировали рынок, сами покупали акции, то есть вам никто не подсказывал. Правильно я понимаю? Правильно понимаете. Угу, угу. Понял, отлично. Рад, что у вас все получалось. И я так понимаю, на хороший доход у вас все-таки выйти особо не получилось, и поэтому вы еще и обратились к нам, чтобы мы вам помогли. Правильно, Роза? Нет, неправильно. Угу. На доход у вас все-таки получилось выйти? Да. Отлично. А вы вообще кем работаете? Вы специалист в какой серии деятельности? На финансах. Что? Финансы. Финансы. То есть вы финансист, правильно я понимаю? Да, типа того. Да, отлично, отлично. Работаете по профессии? Да. Угу. И много в данный момент платят финансистам, не подскажете? Прилично. Прилично. То есть я так понимаю, вам хватает, да? Да. Отлично. Так а зачем же вы обратились к нашу компанию? Ну, какую цель вы преследуете? Ну, посмотреть, что предлагает «Газпром» в инвестиции. Угу. Угу. Понял, вот понял. Хорошо. А на какой доход вы вообще хотели выйти в ближайших там 2-3 месяца, Роза? Вы что имеете в виду? Ну, вот сколько бы вы хотели дополнительно зарабатывать вместе с нашей компанией? Вот в ближайших 2 месяца, 2-3 месяца. Скажите, а вы эксперт в финансах или вы Шура Балаганов? Эксперт в финансах? А что такое, Роза? Да нет, просто... Мы с вами поближе познакомиться, чтобы понять, чего вы вообще преследуете от сотрудничества с нашей компанией. Ну, вы мне больше напоминаете не эксперта в финансах, а Шура Балаганова, которому Остап Бендер задал вопрос. Шура, сколько вам нужно для полного счастья? А Шура ответил – 6400 рублей. Вот, если вы финансист, то вы должны говорить совершенно другими терминами. Ну, хорошо. Но я же не работаю на финансовом рынке. Я, правда, сотрудничаю со специалистом, который мне совсем этим помогает. Я поняла. Возможно, да, я не знаю все терминологии, которые... Ну, хорошо. Если вы предлагаете финансовые услуги, то спрашивают, то обычно говорят, что наша компания предлагает такой-то процент дохода от вложенных средств. Вот это будет профессиональный разговор. А не разговор Остапа Бендера, Шура Балаганова. А поэтому мы с вами поговорим попозже. Для начала я хотел узнать, какую цель вы хотя бы преследуете. Какой для вас подбирать план инвестиций? Профессиональный. Чтобы понимать, чего вы хотите вообще от нашей компании. Я хочу диверсифицировать активы. Понял вас, понял. Хорошо, без проблем. Тогда давайте я вам все-таки расскажу. Я думаю, финансовом рынке вы уже и так довольно хорошо знаете, да? Да. Давайте я расскажу, каким образом будет состоять наше сотрудничество. То есть, смотрите, у нас есть свои независимые эксперты. То есть, это крупные бизнесмены, которые уже сами работают на финансовых рынках более там 12 лет. Также у них есть своя команда аналитиков. Это различные репортеры, менеджеры, секретари, которые занимаются техническим и фундаментальным анализом рынка. После чего берут всю информацию и передают ее нашему эксперту. Он уже, в свою очередь, делится этой информацией с вами. То есть, как это будет происходить в режиме реального времени. Вам звонит специалист, говорит, алло, Роза, здравствуйте. Вот там сегодня, допустим, в 7 часов вечера вам нужно купить акции компании Газпром. Например. Вы заходите в свой личный кабинет, соответственно, нажимаете 2-3 кнопки. Я думаю, вы знаете, как нужно покупать акции. И, соответственно, вы уже являетесь владельцем данного актива. После чего вам также звонит эксперт, говорит, все, Роза, там, цена поднялась на более выгодную. Можно уже все продавать. Вы, соответственно, также заходите в свой личный кабинет. И, соответственно, также все продаете. То есть, здесь вы будете работать сугубо по рекомендациям нашего эксперта. И, соответственно, на этом будете зарабатывать. Зарабатывать вы будете минимум 24% дохода ежемесячно от суммы инвестиций. Понятно. Конечно же, наши клиенты зарабатывают. Что? Понятно, понятно, да. Конечно, наши клиенты зарабатывают и по поле суммы. Но я вам не хочу обещать каких-то сейчас до облачных цифр. Я вам уже сейчас обещаю минимум, который я могу вам гарантировать лично. Чтобы вы во мне как минимум не разортировали. И уже после того, как вы, соответственно, заработаете вот эти 24% дохода, вы увидите к себе их на банковскую карту, вам нужно будет перечислить 20% от своего чистого дохода на счет нашего специальности. Вы же понимаете, что любая работа должна оплатиться. Это ведь правильно, Роза? Алло, вы здесь? Да, да, я говорю, да, естественно, понимаю. Да, вот, отлично. Ну, то есть вас вообще в принципе устраивают такие условия, что 20% вы будете отправлять на счет нашего специалиста. Ну, если специалист хороший, вы сейчас можете с ним попробовать, так сказать. Я могу вам предложить сейчас открыть минимальный инвестиционный счет, чтобы вы просто попробовали, убедились в профессионализме нашего эксперта, увидели первую прибыль уже свою, наконец-таки. Вы ввели ее к себе удачно, потратили, и после этого уже начали работать на крупные суммы. Так что я хочу вам предложить открыть инвестиционный счет на минимальную сумму, это 150 долларов в данный момент. Вам комфортна эта сумма? Инвестиционный счет у нас где открывается? На платформе компании ГАДПРОМ. Мы сейчас можем с вами зарегистрировать ваш личный кабинет, после чего я передам вас на технический отдел, и вы уже с ними непосредственно установите площадку, на которой вы будете, так сказать, покупать активы. На платформе компании ГАЗПРОМ. Какой из ГАЗПРОМов? Их много. Ну, компания ГАЗПРОМ-инвестиции. Мы сейчас можем с вами зарегистрировать ваш личный кабинет. Мы можем сейчас с вами связаться в WhatsApp, я вам продемонстрирую это все наглядно. Смотрите, вот компания ГАЗПРОМ-инвестиции, да? Что-то я вот не вижу. Да. Компанию ГАЗПРОМ-инвестиции. Вот именно с таким названием. Вы можете точно произнести название? Компания ГАЗПРОМ-инвестиционный отдел. Подождите. ГАЗПРОМ-инвестиции, ГАЗПРОМ-инвестиционный отдел вы можете внятно сформулировать, как называется ваша компания? компания газпром инвестиционный отдел значит газпром понятно заговоря компания газпром вы имеете ввиду пау газпром да это интересно если это прям самом пау газпром нет нет не пау газпром о газпром о газпром так интересно да алло да роза здравствуйте здравствуйте меня зовут виктория компания газпром вижу что где я оставляла данные какое сотрудничество я же говорю компания газпром инвест компания газпром инвестиционный доход оставляли когда когда несколько дней назад мы уже общались с какими менеджерами да с какими менеджерами несколько менеджеров вам вижу звонила вы говорили что оставляли заявку что интересовались но так и начали сотрудничать ну значит что-то менеджеры были недостаточно внятны в своих объяснениях да давайте я помню у меня сотни звонков в день на разные темы это серьезная тема это просто не доход на хороший заработок в чем бы не разобрались я помню что ли груми я сотни звонков в день на разные темы давайте сначала не помните что вам говорили ну естественно я не помню уже у меня сотни звонков в день я общаюсь сотнями людей день если мне кто-то не впечатлил я его выкидываю из головы и продолжаю общаться дальше с другими людьми а кем же вы скажите работаете что у вас сколько звонков в день директором по инвестициям директором по инвестициям на какой компании большой а вам какая разница ну пока я вам советую держать ваш интерес про себе потому что для на данном этапе нашего сотрудничества это не является определяющим фактором я вам сказала директору по инвестициям объяснять профессиональным языком если бы я была например поваром или дворником это другое дело я вам сразу сказал директор по инвестициям как вы думаете с какой целью директор по инвестициям оставляет доход заявку на доход в сфере инвестиций логично чтобы связь для сфере инвестиций так а вы же сама директор вы же сами должны зарабатывать вы виктория вы что-то не въезжаете моя задача в компании найти для компании разные проекты разные понимаете начиная от покупки земли под кладбище начинает строительство цементных заводов и кончая размещением ценных бумаг и свои свободных средств компании так понятно ну вам алё 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 здравствуйте 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 на Да я даже не помню, кто мне звонил из «Газпром-навеста». Как это? Вы не помните вчера с ней звонок Виктории? Виктория вчера... А позавчера с ней Анастасией? Так, Виктория... Так, 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 стоп, 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 стоп. Викторию помню. Так, Викторию помню. Так, а чего-то она говорила. Сейчас я записала, я себе отметила что-то. Что-то или нет. Сейчас, одну секундочку, я гляну в записях. А, да. Алло, да, Роза, вспомнили? Слышно, да? Алло? Да, да, Роза, вспомнила. А, значит, да, начала я. Да, слышит меня? Да, да, слышу. Так, и что? Нет, ничего. Виктория, значит, я всего-навсего стала выяснять, что за компания, как и что. Значит, попросила документы на компанию, там, что за компания «Газпром», где, что и как. Она сказала, что я над ней издеваюсь и бросила трубку. Ну, слушайте, Роза, дело в том, что я тоже слышала ваши разговоры, слушала не только с Викторией, а еще и с Анастасием, с Марком и с Максимом. Вы с нашими сотрудниками общаетесь с 19 октября. Ну, возможно. Ну, возможно, да, Викторию помню, всех остальных не помню. Что-нибудь запоминать будет, что ли? Как вы позавчера с Анастасией общались? Ну, с Анастасией, может, позавчера. С Викторией вчера, вот, я сейчас вспомнила, да, у меня были какие-то пометочки остались на листочке. А я написала, что я спросила Викторию, вот, сказать мне какие документы, не выяснить, как и что. Она сказала, что я над ней издеваюсь и бросила трубку. Ну, если человек воспринимает элементарную просьбу документов, как издевать, то, ну что, кто ей, доктор-то? Так, Роза, а сколько вам полных лет, еще нечет лет? 42. 42. Вот вы современная молодая женщина, а вы не знаете, где посмотреть документы «Газпрома» в интернете? Вы знаете, она… «Газпром инвест» или какой-то «Газпром»? Так. Как хотели вам что-то звать, если вы самостоятельно… Она, извиняюсь, путается в показаниях. Она путается в показаниях. Она не может внятно назвать полное юридическое название компании. У нее то «Газпром», то «Газпром инвест», то «Газпром инвестиции», то еще что-то. Я пыталась у нее выяснить, как называется компания, где она работает. Ну, элементарно, поскольку она путается… Да, готова, нет, давайте я вам отлачу. …национально иметь какие-либо обиды, потому что мы с вами не друзья. Ну, я понимаю, но вот она у меня запись разговора сохранилась даже, я сейчас посмотрела. Она сказала, вы что, издеваетесь? И бросила трубку. Вот это был финал. Так. А вы вот здесь не секрет, для чего вы храните? А у меня весь телефон, все разговоры пишутся. Да что вы? А как вы там забыли предыдущие разговоры с нашими сотрудниками? Ну, значит, я… Когда вам звонили, тоже пытались трубки? Не, не помню, возможно, сейчас, если порой, где-то в этих архивах, может, где-то и есть, конечно. Вот Викторию помню, да, вспомнила от предыдущих, но могу найти, если вам, конечно, нужно. Но это потребует время. Мне, на самом деле, все равно. Мне, просто, Роза, очень интересна цель вашей регистрации. Так я хочу… В информации вам необходимы ИНН, номера телефона. Конечно. И здесь какое-то название и адрес на компании вы можете найти в интернете. Да подождите. Но зачем вы регистрируетесь? Я еще раз. Я регистрируюсь по рекламе «Газпрома», где толком ничего не сказано, кроме как вот этого логотипа, как конкретно называется компания. При условии, что «Газпрома» располагалась, как кролики, и «Газпрома» всяких разных, по-моему. И вот я, наконец, от вас добилась. Только сейчас, что вы «Газпром Инвест». Виктория вчера путалась с показаниями. Ну, смотрите, если для вас «Газпром», «Газпром Инвест» и «Инвестиции» – это разное название, то я вам скажу, что нет. «Инвестиция», «Инвест» – это просто два сокращенных слов. Серьезно? Ну, ладно, хорошо. Это два сокращенных слов. Хорошо. Ну, она мне говорила, что она просто «Газпром», потом «Газпром Инвест», потом «Газпром Инвестиции». Ну, вот, наконец-то. Я от вас, наконец, добилась информации какой-то внят. Слава Богу, вот теперь заходите в «Гугл» и висите «Газпром Инвестиции». Видите, это первый сайт. Вот на него заходите на официальный сайт «Газпром Инвестиции» и смотрите все, что вам необходимо. Так, сейчас, окей. Так, сейчас, окей. Регистрация не нужна. Да, это я понимаю. Сейчас, секундочку. Сколько вам времени нужно для того, чтобы все это посмотреть? Полминута. Полминута открыть «Гугл». Так, пишем «Газпром Инвестиции». Инвестиции, вы говорите, да? Или инвест? Вам сколько для этого нужно времени? Я сейчас это делаю. Я сейчас именно этим занимаюсь. Вот «Газпром Инвестиции». Если вы записываете разговоры, ставите отметки у себя в «Градочке». Я не буду тратить сейчас свое время на сколько вы изучаете. А, ну не тратить. Вот «Газпром Инвест». Есть «Газпром Инвест». Что вам времени на это нужно? Я уже на сайте. Я уже изучаю эту информацию. Что вам нужно-то? Как мне нравится-то? Ну, прощите, я сошла. Роза, вы что, в «Газпром Инвест» за полсекунды изучили весь сайт? Нет, я сейчас его изучаю. Только у меня, смотрите, есть «Газпром Инвест», а есть «Газпром Банк Инвестиции». Вы которые? А я вам как сказала? Вы сказали «Газпром Инвестиции». Вот я изучаю. А потом «Инвестиции» и сказали. Да, это верно. Вы сказали «забить» «Газпром Инвестиции». Так вот, по поиску. Моя дорогая, Роза, если вы думаете, что вы единственная, кто пишет разговор, то мы пишем его с вами вдвоем. У вас в порядке с психикой или нет? А у вас? Вы даже не можете внятно сказать название вашей компании. То у вас «Инвестиции» и «Инвест» одно и то же. Подождите, моя дорогая, я сказала «Газпром Инвест». А зачем вы сказали мне тогда набивать «Газпром Инвестиции»? Так я бы сказали, наберите «Газпром Инвест». Вы что, не можете внятно поставить задачу человеку? Розочка, я вам сказала «Газпром Инвест». Ну хорошо, «Газпром Инвест». Вот, пожалуйста. Вот «Газпром Инвест» вижу, да. Чего с ним такого? Хорошо видите, все вам понравится. Все, замечательно. Все великолепно. Графика хорошая? Красивенько, да. Блёв. Сайт красивенький. Да-да, Рус. Я просто жду, пока вы ознакомитесь. А, ну все, я все поняла, да. За полсекунды? Ну, а тут, в принципе, так, по большому счету, все ясно, да. Так, вопросы, может, у вас еще какие-то есть? Да нет, у «Газпром Инвест» никаких вопросов нет. Ну, слава богу. А что же вы тогда счет не открываете? Давайте счет. Где его открывать? Каким банком вы пользуетесь? Ну, у меня их как минимум пять. Пять? Ну, с каким вы будете работать? Не знаю. А вам какой больше нравится? Мне все равно. Не знаю, это ваш счет. Да и не, без разницы. Ну, давайте возьмем Сбер, как самый примитивный простой вариант. Здорово, а как это Сбербанк? С какой суммы вы будете сейчас открывать? С какой суммы? Я, честно говоря, не припомню, но мы говорили тысячах от 100 до 100-200. А кто вам такое говорил? Ну, я так и думала на эту тему. Поскольку внятного предложения... А, получается, вы путаетесь в показаниях? Сначала вам говорили, а потом вы подумали? Ну, конечно, мне предлагают одно, я имею право совершенно потом подумать и принять другое решение. А что вам предложили? Мне, по-моему, какие-то смешные деньги предлагали. То ли тысяч 10, то ли 15. Это сумма. Так, а в итоге сколько? Ну, в итоге мне предложили где-то вот такие смешные копейки. Но я подумала, что, пожалуй, это смешные копейки. Поэтому давайте начну, пожалуй, я есть в «Газпроме» с чего-то более серьезного. Ну, конечно. Хорошо, Роза, заходите к себе в Сбербанк. У вас эта сумма 100 тысяч рублей сейчас доступна на карте Сбербанка. Уже, да, уже. Хорошо, заходите в Сбербанк. Угу. Уже, уже. Уже зашли? Да, это что там, кнопку. Пальс приложите. А, здорово. Что в этом видите перед собой? Платежи, главные платежи, мои карты. Чего еще? Платежи плохого. Вы там видите… Месяц борьбы с раком. В этом видите инвестиции и пенсии. Так, сейчас внизу. Инвестиции и пенсии вижу, да? Нажимай туда пальчиком. Куда, инвестиции или пенсии? Они отдельно. Нажимайте «Инвестиции». Инвестиции. Окей. Проверка наличия продуктов. Нет инвестиционных продуктов. Так, есть у вас там оформить или еще что-нибудь? Есть плюсик? Нет. Что, что еще? Нет, плюсик и все. Нажимайте на плюсик. Плюсик. Сберинвестиции. Ну, готовое инвестиционное решение. Брукерская. Ну, хорошо. И так, куда? Что вы-то видите? Открыть брокерский счет или открыть торговый счет? Брокерское обслуживание написано. Нажимайте, да. Брокерский счет. Индивидуальный инвестиционный счет. Ну, какие действия у вас там дальше предлагаются? Ну, если брокерский счет, то сейчас посмотрим. Открыть счет можно. Нажимайте, открыть счет. То есть я открываю счет в Сберинвестициях, правильно? Вы открываете сначала счет через свой банк, потом мы вам даем платформу, вы начинаете с нами работать. Конечно, вы открываете с вами через свой банк. То есть я открываю счет в Сберинвестициях, правильно? Вы открываете счет через свой банк, для того, чтобы вы могли с нами работать. Ну, в данном случае я... Нет, вот как вы мне диктуете, я открываю счет сбер инвестициях они в гаспроме я могу открыть открылась сказали мне перезапевать перезвонят сейчас меня проверят я поговорю со своим менеджером тогда и решу потому что у меня премиальный тариф и это самое наверное вообще у меня пример как клиент у меня тариф премиум как это может относиться к вашему счету сначала откроют нищу попали в универе так вы сначала позвоните Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 с человеком, с кем вы на постоянной основе и будете работать. То есть это самый главный человек, да, потому что аккаунт-менеджер, технический отдел, вы с ними общаетесь один раз, грубо говоря, да, там, чтобы вам помогли все подготовить и сделать. В дальнейшем у вас постоянная работа идет непосредственно с аналитиком. Вам рассказывали об аналитике, что это за человек? Да, я представляю, да, из общения с вашими менеджерами, да, я это уяснила. Хорошо, прекрасно. Вы, как я понимаю, то есть вопрос был в том-то, что непонятно, почему вам сказали в Сбербанке открывать. Смотрите, у нас есть партнеры, да, как это работает? Вы можете работать с нами через Сбербанк, выводить сюда прибыль ВТБ или Газпром. Это понятно. Два партнера и наш банк. Вы открываете себе счет в Газпром инвестициях. Так в том-то и дело. В валюте. Нет, я понимаю. Но мне еще раз, я в показании веры зашла в Сбербанк свой онлайн. Она мне сказала, зайти в инвестиции, открыть счет. И подумала, объясните, что таким образом я открою счет в Сбербанке. А вы открывали счет? Нет, я не так бы сказала. Вы открывали у нас счет? У вас это у кого? О, я уже после этого запуталась окончательно. И кто? Смотрите, подождите, давайте я вас распутаю, Роза. Да, распутывайте меня срочно. Газпром инвест. А нет, Газпром инвести я пока не открывала. У нас до этого не дошло. Но мы почему-то пошли в Сбербанк. Неисповедим на пути инвестиций. Вы можете работать через Сбербанк, выводить, заработать себе средства, как вам удобно. Или через Газпром, или через ВТБ. Это понятно. Три банка, да, основные. Угу. Хорошо, прекрасно. Смотрите, в торговом счету вы знаете, что это, как он открывается? Ну да, представляю себе. Представляете, прекрасно, Роза. А вы мне подскажите, ранее опыт у вас был когда-то в инвестициях? Может, нет смысла, да, то, что я вам тут объясняю? Да нет, не надо мне объяснять. Я прекрасно понимаю. Не тратите время, и я прекрасно понимаю, как это все делается. Хорошо, прекрасно. Смотрите, тогда, ну, чем я вам лично могу помочь, да? Могу вам помочь открыть счет, связать с правильными специалистами, которые вам поможут потом установить, настроить, да, непосредственно для работы? Ну, давайте наконец уже, да. Да, потому что после веры, ну, я уже не надеюсь. Я прослушаю. Я прослушаю диалоги, да, ваши там, потому что вы со специалистами общались, и по каждому из них дам комментарии руководителям их. Хорошо. Смотрите, получается, вы мне подскажите, у вас WhatsApp на этом номере телефона есть? Да, конечно. Хорошо. Сейчас тогда одну секунду. Вы мне подскажите, у вас только один номер телефона или их несколько? Ну, у меня есть другой номер, но я его никому не даю, потому что там висит все рабочие дела, банки и прочее. Я понял. Я просто хотел узнать у вас, да, ну, перепроверить на всякий случай информацию касательно счета. Может быть, вы что-то себе открывали у нас? Нет, в «Газпроме» ни в каком из «Газпромов» я ничего не открывала. Зув даю, мамой клянусь. Открывали. Я понял. Хорошо, тогда я вам сейчас объясню, все подскажу, помогу. Это не проблема. А вы мне подскажите, а вообще как давно сфера инвестиций интересуетесь? Ну, как? Лет пять, наверное. Уже лет пять? Вау. Вау. А за это время почему раньше не решались приступать к работе, не пробовали, не зарабатывали? Ну, почему? У меня есть два брокера. А, у вас есть два брокера? Да. Прекрасно. А с кем работаете? Если бы меня ваши менеджеры слушали, они бы не несли такую чушь, которую они несли. А с кем работаете? Ну, у меня один российский, один иностранный. Вы мне подскажите, ну, это у вас там просто брокерские счета, или у вас есть непосредственно еще специалисты, с которыми вы работаете? Нет, вы знаете... Я не могу понять, до чего мы вам. А, ну, как зачем? Вырезала рекламу «Газпрома». Было интересно посмотреть, что предлагается. Хорошо, объясняю вам тогда. Мы предлагаем сопровождение информацию, на которую вы можете зарабатывать. Это называются торговые сигналы. Когда и что будет расти в цене, да? То есть на чем сможете заработать с нами. Взамен мы хотим 20% от той суммы, которую мы вам помогли заработать. То есть заранее вы ничего не платите, только по факту, когда получили прибыль уже... Ну, комиссионные, я поняла, да. Да, да, да. И вот прибыли 20% нам отправлять. Ну, понятно. Это наш интерес за проделанную работу. Я поняла, да. Это мне кто-то из ваших непосредственных менеджеров объяснил. Я, правда, не помню, что там 20% или сколько-то процентов, но эту суть я помню, да. Помните. Хорошо, прекрасно. Получается, смотрите, давайте тогда с вами как сделаем. Я вас нашел в WhatsApp. Я вам написал там это Федор. Вам нужно объяснять по приложению, бирже, показывать, как там это все работает. Или что мы можем с вами переходить к регистрации счета? Да, ну что вы, я все это видела все это 10 раз. Они все одинаковые. Я понял. Я понял, хорошо. Смотрите, а вы на данный момент, вот вы говорите, зарубежный брокер, а наш, кто брокер? Атон. Открылись еще. Атон. Вы работаете с ними? С Атоном, да. Атон, да. Вы работаете с ними? Ну да. Я понял. Но это вы там просто счет и инвестируете самостоятельно, как я понимаю. Угу. Не, ну в общем, они хорошую аналитику присылают. В общем, ребята, они такие не глупые. Угу, угу. Я не помню, как у меня тариф называется, но они раз, по-моему, или два, нет, два раза в неделю они присылают обзорчики, весьма разумные обзорчики. Угу. Я понял. Прекрасно. Смотрите, тогда чем мы вам можем быть лично полезны? Да, также предоставляем информацию и непосредственно вас ведем по торгам. Угу. То есть вы будете работать со специалистом под его присмотром на торгах. На это нужно будет выделять время 3-4 раза в неделю по минуту 30. А, ну нормально, да, вполне. Вам специалист заранее подбирает сделочку на том или ином направлении, отталкиваясь от вашего капитала. Угу. Да, и вам помогает непосредственно на том или ином направлении уже торговать и зарабатывать. Угу. Все прекрасно. Тогда чуть подразобрались с вами. Ну да, разобрались. Тогда я вас... Угу. Смотрите, можем с вами не отключаться. Можете поставить меня на громкую связь или можем с вами перейти в WhatsApp, как вам будет удобно. Федор, вы мне скажите, пожалуйста, все-таки у нас мы, то есть я свой брокерский счет открываю в какой конкретной организации? Газпром Инвест. Газпром Инвест. Понятно. Так, Газпром Инвест. Хорошо, да. Угу. А что у нас? Газпром Инвест является брокером? Ну, если бы вы разбирались, то вы понимали бы, что да. Угу. Так вот, я, конечно, не разбираюсь, но на сайте Центробанка... Ну, почему? Я же слышу то, что у вас есть опыт. Ну, на сайте Центробанка, вот я, например, лицензию Атона вижу, а лицензию брокерскую Газпром Инвеста не вижу почему-то. Вы напишите в интернете, посмотрите. Ну, вы продиктуете мне, потому... Не, я не верю, ни в коем случае никому не верю на слово, это вы понимаете, это разумно. Ну, вот я сейчас смотрю сайт Центробанка, Газпром Инвест брокерскую лицензию я не вижу. Вы можете ее продиктовать, чтобы не было потом недопониманий? ИНН вам или что продиктовать? Нет, ИНН не надо, ИНН я и так уже вижу. А номер брокерской лицензии. Так, если вы видите ИНН, значит, у вас там должна подтягиваться другая информация? Нет, вот на сайте... Тут коллега подошел, сейчас, одну секунду. Угу. Да, я с вами. Ну, вот я на сайте Газпром Инвест... Вам лицензию предоставить или что? Конечно, лицензию Газпром Инвеста на брокерскую деятельность. Но нам не нужно, я его и так знаю. Уже. Уже и так знаете. Ну, а что там? Ну, странно то, что вы не можете найти и лицензию. Нет, не вижу на сайте. Предоставить это? Не вижу ни на сайте Газпром Инвеста, ни на сайте Центробанка. Ну, у вас же она есть, я так понимаю, в электронике скопирована. Конечно. Ну, а что бы ее не прислать мне за WhatsApp? Конечно. Какие проблемы-то? Проблем абсолютно никаких. Ну, вот. Я вам могу все предоставить? Конечно, вот это я хотел бы от вас получить. Хорошо, давайте с вами тогда так и сделаем. Тогда смотрите, сейчас я тогда вам все скину и наберу вас в WhatsApp, и мы с вами продолжим. Нужно пару минут, так что... Федор, дело в том, что я сейчас почти 5 часов, а у меня очень важная встреча, боюсь, она затянется. Вы могли перенести это на, например, завтра, на пораньше? На завтра, пораньше? Да. Смотрите, у вас время по Москве идет или как? Да, по Москве. Ну, пораньше это вы, о котором часу говорите, потому что у меня там уже в часиках 9... А, в 10 сможете? В 10 сможете? Ну, я вам не обещаю ничего. О, Федор, давайте делаем проще. Это у меня договоренность. Давайте делаем проще. Вы в WhatsApp же меня нашли, да? Да. Ну вот, вы мне скидываете туда вашу лицензию, я вам пишу здрасте, и потом завтра в WhatsApp списываемся, когда и вам, и мне удобно будет уже нормально заняться открытием счета. Все, я понял, хорошо. Вот это будет разумно. Хорошо? Да. Все, тогда жду от вас. Договорились с вами, тогда вам хорошего вечера. Да. Да, да, договорились. Да, до связи, жду вас в WhatsApp. До связи, Федор, до связи. Да, я вам сейчас все скидываю. Да, да, конечно, спасибо. Все, да, да. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте. Федор, да, здрасте. Федор, да, Федор. Да, здравствуйте, как ваши дела? Да, спасибо, вы тогда мне прислали документы, я их изучила, а вы пропали чего-то. Так я не пропал, вы сказали, что вы мне напишите. А я вам написала, изучила, да, сказали, позвоните в субботу, и что-то не позвонили. Ну ладно, ничего страшного бывает. Ну, в субботу было много работы. Я просто думал, от вас сообщения дождусь, и вам отпишу. Ну хорошо. Я понял, да, это я забыл, да, 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 я забыл, точно. Ну ладно, бывает. Это я забыл, вы мне написали, да. Было много работы, конец месяца у нас сейчас. Понятно. Это очень много работы. Да, так что, вы мне подскажите, какие-то вопросы, может быть, что-то возникло, что-то хотели бы еще обсудить? Да нет, но вы наконец, наконец, да, нас через терник звездам мы продрались к тому, что вы представляете компанию «Газпром Инвест Холдинг». Я ее прекрасно знаю, да, все изучила, все прекрасно, вопросов нет. «Газпром Инвест Холдингу» точно вопросов нет. Хорошо. Вы как бы только хотите приступить к работе, да, есть смысл вначале с меньшей суммой. Чтобы вы разобрались, познакомились со специалистом, поработали, да, убедились в том, что работа с нами вам приносит прибыль, ну, а в дальнейшем потом уже, когда вы все разберетесь, инвестируете сумму больше и выйдете на тот доход, который вас будет устраивать. Я считаю то, что, ну, нет смысла вам сейчас начинать с тех же, там, 200 тысяч, да, потому что, ну, вы еще пока с нами не работали. Для вас это был первый опыт правильно работать с нами? Ну, с «Газпром Инвест Холдингом», да, несомненно. Ну, вот. Поэтому, смотрите, есть разные суммы, да, с которых вы можете начать. Тысяча долларов, пятьсот долларов, триста и сто пятьдесят. Вот я бы вам рекомендовал бы начинать, там, с долларов сто пятидесят, да, это, там, в районе десяти тысяч рублей, чтобы вы поработали на валютном направлении, разобрались во всем, а в дальнейшем выстроили свою стратегию и уже переходили на другие направления, да, там, на товарно-сырьевое, например, и там уже будете зарабатывать побольше. Ну, это как вот, во всем разберетесь. Хорошо? Вы знаете, я, в общем, удивлена, честно говоря, вашим предложением, потому что сто пятьдесят долларов, во-первых, для биржевой торговли, это, действительно, смешная сумма. Это очень мало. А, во-вторых, вы предлагаете с таких сумм, вот, тем более, очень мало, вы, как специалист, должны понимать, что с таких сумм начинать торговать на валюте, при том, что сейчас у нас идет просто совершенно хронический флет. Ну, это сколько? Ну, что, на рублей на пятнадцать? Ну, может, и на торгуем. Ну, да. Ну, да. Я же вам и говорю, лучше, ну, вот, ходите, можете начать с большей суммой. Ну, вот, смотрите, Федор. Я просто вам говорю, то, чтобы вы разобрались. Да, я понимаю, как это работает, конечно. И если вы всем разбираетесь, то, ну, хорошо. Зачем предлагать валюту с таких копеек с учетом того, что флет, я понимаю, летала бы туда-сюда на 50%. Может быть, еще овчинка стоила выделки. А на тотальном флете, с таких копеек, вообще с этого начинать на флете, это смешно. Смотрите, я же вам говорю просто начать, чтобы вы познакомились со специалистом, пообщались с ним, да, поработали, тестовый период, разобрались во всем. Ну, а сейчас, что он мне может показать? Что он мне может показать? Понимаете, ну, что он мне может показать? Вы мне, что называется, предлагаете, что называется, предлагаете покупать лошадь. При этом, говорит, посмотрите, как лошадь, да, например, валюрия. И при этом этой лошади стреноживаете ноги. Ну, это же как-то странно выглядит. Алло. Хорошо, с какого направления вы хотите начать? Ну, с фонды и начнем. С чего? С фондового рынка начнем. С акций хотите начать? Да, конечно. Это разумно будет. Они хоть, по крайней мере, движение какое-то есть, что-то туда-сюда-сюда-туда. Движение есть на всех направлениях? Ну, нет, на валюте сейчас полнейший флэт. Че там ловить-то? Ну, сейчас есть такой момент, да. Ну, поэтому я говорю, значит, с валютой нет. Значит, или товарно-сырьевой, веселенький, конечно, или фондовый. Смотрите, вам сейчас нужны будут, чтобы вы себе открыли счет, тогда... А, ну, естественно, несомненно, несомненно, конечно. Вы мне подскажите, вы через какой банк будете работать? Сбербанк, Газпром, ОТБ? Какими-то из этих банков пользуетесь? Газпром, так, у Газпром инвест холдинга. Где счета-то открываются брокерские? В каком банке? У нас открываются счета. Мы являемся брокером. Вы можете открыть или через брокер, или через банк. В данном случае открывайте через наш счет. Я понимаю, брокерский счет мой в Газпром инвест холдинге. В каком банке будет? В Газпром инвест холдинге. В каком банке брокерские счета открываются? У нас открываются. Я понимаю, что у вас. А в каком банке? я понимаю что у вас газпроме счет газпроме не бывает вы счет в какой организации открываете говорите пожалуйста четко чтобы я не путаю я открываю счет у вас то есть газпрому правильно федор я с вами абсолютно согласна что счет открывается в газпром инвест холдинге но любой брокерский счет тем не менее находясь например как на субсчет у брокера да все равно ты держится в банке то есть это все равно банк но я поняла да странно почему-то информация из налоговой совершенно другая ну хорошо пульт газпромбанк мне не жалко вы сказали что все будет газпромбанк правильно и уже когда со специалистом поработаете во всем разберетесь познакомитесь с ним после этого уже будете общаться о каких-то суммах о направлениях и так далее то что сейчас в этом особого большого смысла вообще нет я не ваш будущий аналитик я вам не могу давать финансовые советы то что сейчас будет расти в цене понимаете этот момент я прекрасно понимаю или не спорю с вами ни разу я задаю один простейший вопрос в каком банке счет открывается я поняла да это с почты мы разберемся то есть счет у нас открывается в газпромбанке правильно сверху слева вижу стрелочку какую стрелочку до обратно вижу вы мне что-то прислали да 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 сейчас одну секунду сейчас мы попробуем сделать это так чтобы не мучиться газпромком сейчас попробуем найти ее так все нашла я ее скопировала я ее скопировала мне неудобно телефона поэтому мы селиву по телефону с вами разговариваем а это я делаю на господи на планшете да ну потому что очень неудобно ну поймите клавиши я железного пропа попаду мимо клавиши это же вы понимаете да будем мучиться час я уже это делаю да 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 именно этим я и занимаюсь сейчас так номер телефона так я уже это сделала я дошла до пароля какие-нибудь требования к паролю особо есть или можно так стандартный вариант делать так все сработало вот с телефона бы я точно мучилась по полтора часа с компьютером так быстренько и удобненько так вижу газпром офис выросли на пять процентов я на планшете я вижу выход человечка выход человечка а личный кабинет вижу да ну вот она до нашла да по нулям все вот снизу да снизу вы можете там свежать статистику вывода ну понятно это да статистика в целом там ну в целом смотрите сейчас нам нужно будет чтобы вы себе активировали счет изначально давайте с вами тогда сделаем сумму на минимальную активацию на 150 долларов чтобы вы зачислили себе сейчас средства проверили то что они вам зашли со своей стороны мне дали подтверждение да что ты не переживал скажите вы регистрацию проходили по данному нам по своему поэтому да 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 естественно но я вижу личный кабинет пока нажимайте на кнопочку у вас там должна быть по полный счет и там будет три варианта того как вы это можете сделать на данный момент вижу да вижу да киви киви биткоина кошелек да смотрите вы нажимаете на кошелечек видите там последний не вижу и там я увижу реквизита своего брокерского счета правильно нет вы увидите на данный момент там реквизиты кассира через которые вы делаете конвертацию валюты замечательно а где реквизиты где реквизиты моего брокерского счета я могу посмотреть вы открываете сейчас нажимаете на кошелечек у вас открывается счет видите номер счета там я вижу номер 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 карты кассира карты бенефицара да это счет который занимается конвертацией валюты вам нужно будет для подтверждения потом то что вы меняете чтобы у вас было подтверждение того что вы меняли валюту вы знаете как скопировать или вы для удобства перепишите себе как он будет да не вопрос я это могу переписать только скажите пожалуйста мой брокерский счет открыт или нет а куда что значит не активен открыли понятно активирование налогом открою секрет что брокерский как у банковский счет активно сразу от рождения хорошо если он открыт где можно его реквизит в дальнейшем будет доступен счет открыт или нет брокерский счет мой открыт или где можно посмотреть его реквизиты а что значит дальнейшем при любой счет как только открывается можно посмотреть его реквизиты любой клиент что банк что брокерская компания реквизиты доступны сразу как только он открывается где могу посмотреть реквизиты брокерского счета своего газпрома для сходу нигде хорошо то есть реквизиты реквизиты это большой великий секрет мне недоступны понятно почему почему а вы так захотели это ваша волонтаризм да то есть мне не даете реквизит моего счета и надеетесь что я на какого-то кассира потом а то есть вы надеете что я даже не вижу 0 и я даже не могу убедиться что у меня действительно есть этот брокерский счет газпром инвест холтинге потому что вы реквизиты вашей воли не хотите не хотите мне предоставлять и при этом надеете что я переведу деньги на счет какого-то физлица да ну понятно я понимаю что не надеетесь уже естественно оставь надежду всех сюда входящий хотел все-таки открыть счет газпром инвест холдинге но вы же упорно скрываете его от меня я понимаю тяжело понятно грамотным человеком тяжело общаться да понятно но идите валерьяночки выпить и там стромончика что еще я понимаю грамотным человеком очень тяжело нет я понимаю просто действительно когда человек разбирается общаться с ним очень тяжело я понимаю что вы очень устали ну придется на мои вопросы отвечать не тяжело но тогда давайте все-таки поищем мой брокерский счет не вижу а вам не нужно то есть вы опять же таки буро брокерский счета нет показывать твоего не хотите на подсовываете мне какого-то кассира кстати что это за кассир я еще даже не спросила это ваш сотрудник я спрашиваю это ваш сотрудник или нет я не спрашиваю чем он занимается я спрашиваю это ваш сотрудник или нет может вы и не нанимали он нет не ответили он являетесь сотрудником газпром инвест холдинга а кто уже его нанимал на работу меня мало волнует этот человек конкретный сотрудник газпром инвест холдинга или нет следующий вопрос следующий вопрос газпром инвест холдинг российской юрлицу да российской юрлицу да зачем конвертация как нет газпром инвест холдинг не российской юрлицу я не спрашиваю какие счета я спрашиваю газпром инвест холдинг российской юрлицу это она не может быть изначально она может быть или российским или не российским юрлицом российского но почему она должна добиваться элементарных вещей тогда зачем конвертация на бирже если я открою и мне наконец кто-нибудь даст мой счет брокерский газпром инвест холдинге я могу это сделать еще быстрее я могу это сделать в личном кабинете на своем брокерском счету перевести конвертнуться в ту валюту в которой мне будет нужно хоть евро хоть доллары элементарно элементарно объясняю перевожу на свой брокерский счет рублей дальше захожу на торговую сессию на торговой сессии причем двух кликов покупаю любую валюту на нужную сумму это делается в любом брокерском а зачем мне ваш кассир если я могу это сделать напрямую дайте мне мой нормальный брокерский счет я переведу туда рубли как нефиг делать это займет три минуты а по нам когда надо будет мы с аналитиком решим я там вернусь трубочку я не положу трубочку я не положу конечно парда подорвалась сотрудника газпром инвест холдинга я понимаю тяжело конечно конец месяца план не выполнили но я трубочку не положу я буду дальше задавать вам вопрос а у вас началось замечательно ух ты господи вы сифилис не подхватить столько ради бога сифилис только ради бога не подхватите умоляю чувствуется у вас уже проблему с этим а вы чаще проверяйте чаще проверяйте это стрёмно хороший сотрудник газпром инвест холдинга конечно замечательно разговаривают у нас сотрудник газпром инвест холдинга это разговаривает или врач извиняюсь венеролог или мы все-таки будем профессионально разговаривать они про вино органические проблемы он не херпался вы не ответили мне на синсе вопросов вы мне не ответили на вопрос это счёт вы мне не ответили на вопрос про конвертацию вы мне не ответили в апру на вопрос про вашего кассира я не снимаю зачем конвертацию вы сказали нет не хочу я хочу знать элементарную жира их сотрудникам газпром инвес холдинг или нет простейший вопрос партнером от банка человек от банка он является сотрудником банка какая нет такой должности в банке бенефициар вот так же как есть только нет естественно виднее хорошо значит я все-таки хочу открывать свой счет газпром инвес холдинге несмотря на все ваши усилия не дать мне это сделать вы очень стараетесь но тем не менее я заставлю вас открыть мне счет и показать мне мой брокерский счет в компании газпром инвес холдинг давайте диктуйте мне номер как положено уйти не удастся уйти не удастся забежать не получится свой номер брокерского счета в газпром инвес холдинге я добиваюсь простейшая вещь по моему вы отказались мне его продемонстрировать почему-то по собственному вынтаризму ну да правильно нету нет там ничего нет я перерыла всю вашу ссылочку перерыва всю вашу ссылочку на сайте на вашей ссылке нет номера моего счета нету вообще совсем ни одного номера счета как положено дело да где мне потом он не может быть он должен быть сразу при открытии выдан как в банке как любой приличной брокерской компании как только счет откроется для любого клиента должно быть доступны тут же автоматом конечно открывается как только я открываю счет финансы я вижу номер естественно как только открываю в личном кабинете финансе также как любой счет финансы буквки цифрки нет спрашиваете про бинас я вам отвечаю про бинас а счету брокером и в банке тоже имеет суперки цифрки так вот я хочу видеть эти цифрки здесь можно посмотреть да я понимаю тяжело но не отпущу не отпущу да 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 тяжела работа тяжела работа финансово специалиста да я понимаю нарвался да на меня нарвался бедняжка жаль но не отпущу я хочу добиться номера своего брокерского счета в газпром инвест холдинге буду упорно требовать согласно закону о рынке ценных бумаг федеральному закону о рынке ценных бумаг от компании где я открываю брокерский счет номер своего брокерского счета и буду требовать что вы исполняли действующее законодательство таки слился вы будете соблюдать действующее законодательство вы будете соблюдать федеральный закон о рынке ценных бумаг или вы сольетесь или будете соблюдать действующее законодательство федеральный закон о рынке ценных бумаг это да номер карта я хочу номер брокерского счета вы отличаете номер карты от номера счета или нет перепроверь номер карты от номера брокерского счета давай номером давайте номером давайте номером брокерского счета я же вам говорю не сливайся не будет вы копируете сейчас номер карты делаете перевод на 9500 рублей это 150 долларов вам денежка заходит на счет вы перепроверяете потом активируете свой счет на большую сумму если вы хотите с большей суммы начинать номер счета соблюдаем закон о рынке ценных бумаг сообщаем клиенту номер брокерского счета нет вы будете соблюдать закон о рынке ценных бумаг тогда сливайся я вам сказал я не буду я не отпущу не надейтесь думаете я вас пущу нет не отпущу я буду тренд копируете номер карты нет нет номер брокерского счета как только я увижу номер маркерского счета я сразу переведу на деньги номер брокерского счета грамот копируете номер карты закона на рынке ценных бумаг Закон о рынке ценных бумаг Мне это запрещает делать Открываем Мою карточку клиента И ищем номер моего брокерского счета 20 цифр там подсказывают для особо одаренных Где он? У нас какие-то Звуки какие-то у вас ужасные Там разносятся То ли бензопила, то ли еще что-то Ну да, тут прибежала клиентка недовольная Как вы, начала всех резать А, как все резни бензопилой Я поняла Тоже просит постоянно разное И чего, она пока ничего Никому не отрезала, да? Ничего никому не отрезала пока? А, я не знаю, что-то разбираются А, ну пусть разбираются Ну ладно, давайте оставим клиентку Вашу в покое Давайте варианта 2 Мне нужна или доверенность на вашего бенефициара Что он сотрудник компании Газпром Инвестфудинг Или номер моего брокерского счета Какой ваш выбор? Мой выбор Ну вот Среди того, что вы назвали Да Ну тогда у вас другого варианта нет Тогда третий вариант Сливаться Тогда у вас есть третий вариант Сливаться Потому что вы в данном случае нарушаете Или закон оранженых бумаг Или 115 федеральный закон Вы какой закон предпочитаете нарушать? А, ну понятно А, то есть когда вас положат Когда вас положат морду в пол Вам без разницы По какой статье лежать в морду в пол Ну ладно, хорошо Учтем Поэтому смотрите Вы или берете Копируете номер карты Мы с вами все делаем Да, и денежку на свой счет вы получаете Даете мне соответственное подтверждение Мы с вами приступаем к работе Или же вы отказываетесь И я положу трубочку Нет, я не отказываюсь Я не отпущу Вы работать не будете Я хочу работать согласно Вы берете номер карты? Нет, я хочу работать согласно Закон оранженых бумаг Или соблюдать закон 115 Федеральный закон А я вас не отпущу Не уйдешь Не уйдешь Какие санкции? На кого? На кого? На ограничения в плане конвертации валюты? А нам не нужна конвертация валюты Мы Нам не нужна конвертация валюты Я конвертнусь Я конвертнусь сама Тогда, когда сочту нужным Сейчас мы переводим От российского Физлица Российскому Вы планируете так же Вы планируете дальше так же Упорно отказываться Нет, я надеюсь Что у меня будет Более изменяемый специалист Я вам тоже называю Два варианта Вы можете нарушать 115 федеральный закон Или можете нарушать Закон оранженых бумаг Я не буду Как вы выражаетесь Ложить трубку Я вас не отпущу Пока сами не сольетесь Не отпущу Где брокерский счет Я буду переводить Я буду переводить Исключительно по номеру Брокерского счета Или я переведу На номер вашей карты Ну то есть карты Которую я там вижу При условии Что вы мне предоставите Документы на этого Бенефициара Что он имеет право Принимать деньги Откидить Документы предоставьте Ничего я не сделаю А, ничего не сделаю Значит сливайтесь Значит сливайтесь 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 Ну не тяните же Сливайтесь Или все-таки Хотите еще помучиться Хотите помучиться Хотите Да, не тяните Вы этот разговор Хотите еще помучиться Великолепно Хотите еще помучиться Все, давайте. Хорошо. А мучиться? Дорожая моя, вы набирали с каких-то умных словечек, но по факту вообще ничего не смыслите. Я уверен, что более чем. Открываем закон о рынке ценных бумаг. Вторая глава. Посвящена брокерской деятельности. Читаем. Я очень рад, что вы умеете читать. Прекрасно. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Понимаете? Так вот. Вы будете делать, как я вам говорю? Нет, не буду. Вы будете или делать, как я говорю, или вы сольетесь. Или вы сольетесь. О, слился-таки. Тут уже было, что называется, у кого калибр больше, у кого выдержки больше. Слился-таки, мальчишка. Заду на Педру. О, слился-таки. Субтитры создавал DimaTorzok